Преображение пространства. Издание под таким названием презентовали в четверг в Тверском императорском дворце. В книге отражен важнейший период истории столицы Верхней Волжи. Возрождение города после колоссальных пожаров 18 века. С автором книги пообщалась наша съемочная группа. Презентация книги прошла в башне искусств, которую нередко называют еще и Восточной. Издание представляли в рамках заключительного мероприятия трехлетнего проекта Екатерининская миля. В его рамках областная картинная галерея создала музейно-городской маршрут, который не зря получил имя Великой Русской императрицы. Екатерининский период – это самый главный период в новейшей истории нашей страны, при котором воспряла Тверь. Понимаете, это очень оптимистичный Тверской период. С ним практически не связано каких-то ущербов, огорчений, если говорить в целом о периоде. Вполне логично, что и в новом издании отражен именно этот период в истории столицы Верхней Волжи. Ведь именно данная правительница восстановила город после двух страшных пожаров. Поэтому и под заголовок книги звучит соответствующее. Екатерина II – рождение новой Твери. Как отмечали в ходе презентации выступавшие, фолиант заслуживает пристального внимания читателей любого уровня. От научных работников до простых горожан. Работа Вячеслава Владимировича – это как раз реальная научная фотография, фолиант, как хотите его назовите, которая интересна как популярное чтение, которая интересна как трактат в новом формате предоставленные материалы, документы, факты. А факты в этом ярко и по-современному оформленном издании действительно изложены самые любопытные и подчас малоизвестные. Например, история о том, как личный секретарь Екатерины II Иван Бецкой хотел провести в Твери водопровод. Вдоль улиц планировалось прорыть каналы, которые бы снабжала машина «Морли». Копия той, что качала воду в пруды и фонтаны Версаля. Такую гидравлическую машину они предполагали построить на Тьмаке, перегородив её, поставив там вот это устройство, работающее по принципу мельничных колёс, которые гонят воду вверх и обводняют весь город. Но это была как бы идея интересная, она слишком опережающая, радикальная для своего времени, потому что слишком дорогая, слишком сложная в эксплуатации. Эти и многие другие интересные факты можно почерпнуть, прочитав работу Вячеслава Савельева. Хотя большинство экземпляров и раздадут в библиотеке научным работникам, но часть поступит в свободную продажу в книжной лавке Императорского дворца.